Было разрешено выехать немцам, например, из Ласки, да? Под оговоренностью между СССР Гермаком. Так что тут нет никаких там особенных сюжетов, которые я мог бы уподобить нынешней крымской ситуации. И вот, пожалуй, что единственный эпизод, на котором я готов остановиться, связанный с принуждением гражданства в советской истории, это эпизод, так называемой, паспортизации поляков, бывших польских граждан, в 1943 году. Ну, тогда коротко, просто очень коротко, конструктивно напомню сюжет. Значит, в 1939 году Советский Союз присоединяет к себе, к Украине, к Белоруссии, территории Восточной Польши, западную Украину, западную Белоруссию, да? После этого на территории этих вновь присоединенных, на этих вновь присоединенных территориях происходит чистка, носящая, ну, отчасти это социальная чистка была, конечно же, но и признаки этнической чистки там тоже были, в общем, довольно заметны. Потому что депортировали, прежде всего, так называемых осадников и лесников категории польского населения, в свое время переселившихся, переселенных польским правительством из центральной Польши на эти территории. А потом еще переселили довольно большое количество, их депортировали и отправили на след поселения в феврале 1940 года. А начиная с апреля и до весны 1941 года еще депортировали такую категорию, как беженцев. Беженцев из центральной Польши, беженцев от нацистов, которые оказались на этих территориях. Их тоже, в общем, в результате, вот по справке 1944 года, около 390 тысяч бывших польских граждан оказалось депортированы на север и отчасти в Казахстан.